Ну что, ребят, приветствую вас. С добрым, с добрым, с добрым утром. Сейчас мы, наверное, с вами проведемся на горнолыжный курорт Роза Хутор. Попробуем посмотреть, что там происходит. Попробуем подснять, взять красивые фотографии. Ну и потом поедем дальше работать. Взялся мне надежду, как всегда. Решил выехать как можно раньше. Сегодня у нас, видите, такой вот костюм непонятный. Штаны другие не нашел. Штаны другие не нашел. Штаны другие не нашли. В общем, ребята, дорога заняла 2 часа, 2 часа, я думал, что заеду, доеду точнее за час, не больше В общем, приехали, приду с машины мыть, взяли свои тапочки, буду кататься я на тапочках Фишер И на, какие там у нас лыжи-то, S-Max, короче, не знаю, в общем, едем, попробуем прокатиться Слушайте, ребята, смотрите, какая здесь красота, ну, круто же, да? Обалдеть! Здесь даже следов нет от того, что здесь должно быть что-то такое интересное, обалдеть! Тут, я говорю, человек турист, погода просто огня Ну, здесь эскипация 5,5, это на 500 рублей дороже в прошлом году Ну, что тут тут народу? Народу, выдают, что-то днем, что-то Ясно, в четверг, ну, ребят, ну, сегодня погода просто огня Смотрите, как красиво, красиво, да? Красиво, да? Очень красиво! Здесь тоже гестралки откроются, поэтому может кататься предельно аккуратно Начинаю сейчас на 12-м углу про, сейчас поднимемся немножечко повыше, прям реально повыше поднимемся Тут опробуем, что же там, какого интересного у нас имеется Ну, в общем, давайте кататься КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сколько там Какая скорость была Что и как Ну еще раз повторюсь Немножко некомфортно Потому что где-то наоборот Просто лед льдом А где-то например просто элементарно Ну не знаю Просто элементарно Снег просто невозможно Такие байраки Кто лыжами занимается Они меня поймут По поводу техники Старался сегодня кататься Не особо сильно на технику А катался так Чтобы не упасть И можно было всего побольше Для вас показать Очень много мест Где можно здесь поесть спокойно Комфортно В общем вот как бы так Ну а все Мы с вами побежали дальше Посмотрим что же там Такого интереса у нас еще имеется Ну что ребят Теперь давайте Все таки подведем с вами итоги Прям настоящие настоящие итоги Мы сейчас с вами Выезжаем с этого прекрасного места Видите У нас стоит 161 регион Блин Машина почти такая же Как у меня Но комплектация Без этой штучки Как называется Без активного круиз-контроля Но если честно Вот если бы сейчас Я выбирал бы себе машину Я бы на этот активный круиз Забил бы Потому что я думал Что я буду ехать В Астрахань На рыбалку И просто там За кем-нибудь Увяжусь Увяжусь За кем-нибудь И все думаю И будет счастье Понимаете И буду А в итоге получается Эта опция Но в целом Здесь купить ничего нельзя Здесь приезжаешь Для отдыха И все По поводу того Можно ли здесь гулять Или нельзя гулять Скучно или не скучно Нет Не скучно Здесь хорошо Ребят Прекрасно И замечательно Все хорошо Во всяком случае Если взять все горнолыжные курорты Которые есть у нас В прекрасном городе Сочи Для меня Роза Хутор Это все равно Топчик Для меня Роза Хутор Это номер один Во-первых Здесь очень много Всевозможных магазинов Если вдруг хочется Там с женой прогуляться Если скучно Также хочется отметить Что здесь Прямо действительно Очень-очень-очень Много У нас Трасс Да Там еще новые Открылись Я сегодня Пошел Прокатиться Думаю Нифига себе Думаю Вот это Думаю Да Думаю Ну серьезно Прям Новый Новый Вот эти машины Здесь тоже ставят Те которые Я их называю Людые экономщики Которые хотят Сэкономить тысячу рублей Но ребят Здесь машина эвакуирует Здесь реально Машина эвакуирует Имейте это ввиду И вы можете Остаться без своего автомобиля Не знаю Сейчас мы увидим Или увидим Эвакуатор Но факт остается фактом С другой стороны Парковка тысяча рублей Я согласен Что это нереально дорого Я здесь с вами Полностью согласен Здесь даже двойная Желтая полоска Так типа Останавливаться нельзя Я вот с этим Абсолютно согласен Что здесь Цена Как-то За парковку Неадекватная Но куда деваться Куда деваться Мораль За баней Короче Вот видите 24 часа Тысяча рублей Это просто нереально Я простоял От силы Может быть Часов пять И все И вот видим Что получилось Теперь что касается В целом Гостиницы есть Гостиницы Как совсем бюджетные Есть Так и прям Такие довольно-таки дорогие Также конечно же Можно подняться Не вот на этот уровень А подняться Можно чуть-чуть Прям повыше Просто берете И вот здесь Поворачиваете Давайте я тоже вам покажу Немножечко с вами Проедемся Давайте мы здесь Тихо-тихо Здесь видишь Что все у нас Встали Непонятно как Что вы там сигналите Придурки Здесь один стал На встречке Другой еще где-то встал Непонятно В общем Тихо-тихо-тихо Вот здесь конечно страшно Тихо Вот здесь страшно Здесь реально страшно Ребят Так вот Если вдруг вы приезжаете Например И не хотите стоять В этих очередях И так далее Вы можете взять И проехаться Вот Вот так вот Но здесь тоже Видите Здесь вся бочина Забита автомобилями Здесь тяжело Ну люди Не знаю Вроде приезжают Отдыхать В Сочи Понятно что Горнолыжный отдых Да Горнолыжка Нигде в мире Дешевый не бывает Ну только Если только Кувандык взять Да и в Кувандыке Все равно дорого Кувандык Это в Оренбургской области Я там учился кататься На лыжах Вот здесь тоже Можете подняться Тоже довольно-таки Красиво будет Посмотрите Да Ну действительно Очень круто Посмотрите Какие видовые характеристики Ну огонь же Огонь Блин Главное чтобы Никто там не упал На нас Ну и в общем Вот так вот Мы с вами поднимаемся И знаете Раз подумаю И даже если у тебя Будет зимняя резина Ну предположим Да Предположим Ты богатей Ты миллионер У тебя есть зимняя резина Но ребят А есть же те У кого зимней резины нет И они обязательно Догонят вас В зад Мой друг Алексей Здесь пару недель назад На зимней резине На липучке Просто говорит Я говорит Воткнулся в сугроб Благо Ничего не повредил Понимаете Благо Ничего не повредил Круто же Круто Да кстати Напишите пожалуйста В ваших комментариях Вот напишите Да Интересно ли Было бы вам Чтобы я взял И сделал бы Тот самый бы Обзор Обзор автомобиля Киа К5 Там уже пробег Уже Ушел за 200 тысяч километров Передвигалась машина В основном В Сочи Иногда Мы катались Там разом Может быть Три В Астрахань На рыбалку Пару раз В Абхазию Все остальные разы В основном По Сочи Интересно ли вам Посмотреть Что ломалось В Киа К5 Да Как бы сравнить Ее с японскими Надежными автомобилями Я думаю РАВ4 Столько бы не прошел Сколько прошла Киа К5 В сочинских реалиях Какой у нее Получился расход На что Уходят деньги Во сколько обходится Содержание автомобиля Если хотите Я вот возьму И с Алексеем Сниму обзор Но все равно интересно Да С одной стороны У него двигатель 2.5 Я когда сел На Киа К5 Даже я немножко По трассе кайфанул Я ехал Блин Там 180 Или там 200 км в час Когда мы ехали На рыбалку И Мой друг Алексей Закусился С Евгением На Ауди Он Как бы С тремя пассажирами С тремя пассажирами Шел Всю дорогу 200 км в час Ну не всю там Но большой участок 200 км в час Просто Леха брал За счет опыта За счет опыта Еще раз опыта Значит так У нас все горит Все мигает Давайте мы с вами Немножко проверимся Я тоже вам покажу Где вы можете Как бы Ну докуда можете доехать Для чего? Чтобы вот Не ждать Вот в той самой Пробке Вот чтобы не ждать Той самой пробке Которая образуется На этом подъемнике Которая вот Нас преодолевает Немножко вверх Итак У нас здесь Вот в этом месте Также есть Сейчас я покажу Верстолетная площадка И давайте все-таки Включим мы с вами Навигатор Посмотрим Сколько мы сейчас Находимся Над уровнем моря Мы сейчас Находимся Всего лишь 665 метров Над уровнем моря 665 метров Ну нормально В принципе Тоже да Хорошо И как видите Да здесь снега Особо и нет Здесь снега Нет от слова Совсем И самое интересное Что меня всегда Удивляет Это ремонтники Которые умудряются Начать ремонтировать Начать ремонтировать Те самые Те самые дороги Те самые дороги Вот в самый разгар Сезона Вот можно было Летом здесь сделать Потому что летом В принципе Как бы здесь Не такой жесткий Трафик Но зачем Это все делать Зимой Я если честно Не понимаю Извиняюсь Я тут бухаю Немножко Я выпью Потому что у меня Стоит норма По количеству Выпитого алкоголя Вроде Роза Хутор Воды без газа не было Только с газом Итак Здесь мы с вами Тоже смотрим Тоже одна из площадок И вот здесь У нас тот самый Скайпарк Скайпарк И вот здесь Как раз Вертолет-площадка Вот именно с этой стороны Но все равно Да Даже просто проехаться На автомобиле Здесь одно удовольствие Да Прям кайфушненькие Здесь на секундочку Чтобы вы понимали Если думаете Что в горах холодно Ни фига В горах не холодно Вот чтобы вы понимали Сейчас Температура Вот сейчас Температура Вот именно здесь Плюс 13,5 градусов Вы можете Такое себе представить Плюс 13,5 градусов Но это ни фига Не Так скажем Не Такая погода Не холодно здесь Холодно Если бы было Хотя бы Минус 6 Вот мы были В декабре В конце декабря И вот Прямо в самом низу Ночью было Даже Минус 5 градусов Это да Было прохладно Это чувствовалось Но сейчас Извините Хочется уже Скинуть куртку И ходить здесь Без куртки Я знаю Что вам нравится Моя экскурсия Я знаю Что вам хотелось Посмотреть Ту самую красоту Я знаю Это Поэтому Давайте будем Все это наблюдать Снимаю я сегодня На Samsung Камера Которая у меня торчит Это Install 360 Сейчас прям Немножко До сюда доедем И поедем вниз Потому что Хочется вам Как можно больше Всего прекрасного Показать Как можно больше Хочется Когда вы поднимаетесь На фуникулере Вы как раз Видите Вот все это И посмотрите Какой открывается Вид Да Ребят Ну огонь же Прям огонь Я еще здесь Камеру 360 Вытащил Думаю Может быть И на нее Что-нибудь Запечатлим Такого интересного И вот Мы поднимаемся Осталось 6 километров До Роза Стадион Находимся Мы уже 800 метров Над уровнем Моря Круто Ну кстати Я сегодня покатался Прям реально Получил удовольствие Прям рискнул Надо же Скажем Зимой даже Не покатался Последний день И вот рискнул Но я думаю Что еще У нас погода Будет комфортная Весь март Я думаю Что в марте Еще можно будет Покататься Я обязательно сюда вернусь Я хочу вернуться сюда С моим другом Вячеславом Но По моему опыту Вот я сегодня Выехал без 28 И думал Что к 9 часам Приеду Именно на Ну как бы На горнолыжку Ну по идее Должно приехать И что вы думаете Дорога заняла С острой мечты Вот до Седла Ровно 2 часа 2 часа 2 часа Конечно Простоял Целый час Я в Адлере В пробке Вот мы с вами Проезжаем Сулимовский ручей Уже мы поднялись На 865 метров Над уровнем моря Да Кстати В следующий раз Я наверное Вот именно Вот так Доберусь Сюда повыше Видите Уже снег Появляется Просто я здесь Не знаю Где парковки Если честно Не знаю Где парковки Да и знаете В этот нижний час Мне вот тоже нравится Просто прогуляться Там реально круто Как бы Вот поэтому Я вот Стараюсь Ты что тормозишь Я стараюсь Побывать Не только На горнолыжном склоне Но и стараюсь Именно получить То самое удовольствие Ту самую Зарядку позитива Именно В том плане Чтобы Не знаю Там Ну эмоции Эмоции Они как говорится Решает Делайте Самые дороги Ну смотрите Мы поднялись Уже 925 метров На дуру моря И я могу сказать Что прям Вот прям Чуть-чуть Еще Прям совсем Честно Я люблю И летом Здесь бывать Потому что Здесь летом Тоже действительно Круто Здесь Все в зелени Как бы Я могу сказать Что вот Даже Нет слов Паразит Я могу сказать Говори Да Кто скажет Если например Стараюсь Даже с Турцией Тахталы То здесь Действительно Интереснее В Турции Горы Лысые А здесь Горы Зеленые И в этом месте Мне действительно Очень нравится Что касается Других мест Я в горах Во Франции Не был Вполне возможно Кто-то скажет Там В день в Альпах Там Гораздо лучше Я даже И не сомневаюсь Всегда Хорошо Там Где нас нет И Вы Действительно Можете Правильно Эту тему Рассуждать Как только Я слетаю Куда-нибудь В Европу Покататься На лыжах Я обязательно Сниму обзор И мы Попробуем Сравнить Не предвзято Но сейчас Я уверен В том Что Горнолыжный Курорт Роза Хутор Это лучший Горнолыжный Курорт В России Очень Очень много Трасс Ни Ни Один Другой Горнолыжный Курорт Российской Федерации Не дает Столько Трасс Столько Эмоций Столько Всего И Знаете Вот количество Людей Даже в Будние Дни Вот Как я Сегодня Увидел Даже В Будние Дни Можно По людям Сделать Вывод Что Людям Тоже Нравится Раз Они Сюда Приезжают Даже Даже Значит Так Сейчас Мы Поднимемся Наверх Посмотрим Что же Нам такое Интересное Есть Действительно Сейчас Очень Тяжело Проезжать Эти Участки Ну-ка Работа Не Работает Работает Посмотрел Считай Получается Один Одно Место Где Ремонтировать Второе Место Но Чем Отличается Сочи От Любого Другого Города России Что У нас Ремонтируют У нас Делают И Действительно Не Забрасывают Вроде Кто Скажет Блин Да Можно Уже Вы Видели Да Зеленый Дождался Вот Сзади Газелька Прям Такой Давай Быстрее Знаете Такие 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 На Стофоре Такой Хоп И Начинает Хотя Вроде Нормально Таксист Тронулся Да Не Понимаю А Все Я вижу Там Ашот За рулем Все Понятно Горячая Кавказская Кровь Давай Гонка Гонка Ну Хочется Видеть Сказать Обгоняй Да Кстати Сегодня Получилась Плохая Ситуация Я Подъезжаю Еще Даже Не успел Подъехать Горе Я беру Не знаю Если Вот Например Мужчина Узнает И Женщина Они Извинят Хотя Они Уже Извинились Двоем Беру Поднялся На Розу Пик Потом Немножко Вниз Спустился Чтобы Там Нужно Мне По Одной Трассе Проехаться И Все Ну Подъехали Стою Я Еще С Камеры Прокатился Это У меня Все На Видео Есть Тут Короче Подъезжает Мужик В черном Костюме И И Говорит Я Сам Не матерюсь Но Чтобы Понять Почему Я Почему Я Чуть Не дошло У меня До драки Нужно Вот Как бы Я Скажу Я Против Таких Слов Ничего Он Так Уберет Стоит Очень Много Народу Вот Например Он Говорит Долбоебы Говорит Кто Здесь В такой Скоростью Катается Там Человека Наверху Сбили Человек Кто Ну В таком Духе А Там Народу Я Просто Вам Ставить Не можете Сколько И все Стоят Молчат А я Там Беру Поправляю Камеру Такой Он Ничего Там Долбоебы Я Не понял Что Не слышно Человек И я Такой Хоп Такой Знаете Я Такой Просто И Взял Просто И Офигел Думаю Всех Берут Называют Вот Так Называют Просто Какой-то Черт Стоит Извиняюсь За выражение Чумошник Я Говорю Ты Говорю Ты Че Не Попутал Говорю Ты Кто Такой Говорю С Чего Ты Так Разговариваешь Говорю С Людьми Говорю Он Как Хочу Так Разговариваю Я Говорю Ты Че Говорю В Морду Что Ли Хочешь Говорю Он Да Вот Там Сбили Человека И Вниз Уехали Я Говорю Ты Че Всех Оскорбляешь Говорю Всех Под Одну Гребенку А Ты Че Говорю Творишь Это Говорю Ты Че Говорю Тебе Твои Слова Здесь Тебе Просто Вынесут Говорю Ну Нафига Ты Это Делаешь Говорю Он Так Хоп А Че Ты Самый Смелый Такой Маску Снимает Я Говорю Да Ты Можешь Снять Все Что Угодно Я Тоже Говорю Могу Снять И Маску И Трусы Если Надо И Все Остальное И Все Тут Докатывается Женщина Видать И Женщина Говорит Что Ее Видишь Ли Кто Сзади На лыжу Наехал И Ее Развернуло На 360 Грассов И Она Упала И Она Говорит Представляете При всей Толпе Она Говорит Что Это Был Я Представляете Себе Я Просто Офигел Ну Во-первых Если Наехал Я почувствовал Правильно Плюс Опять Это Мой Был Первый Спуск Я Ехал В максимально Шидящем Режиме На Зеленой Трассе Еще И С Вот Понятно Почему Ты Возмутился Ну Этот Мужик Понятно Чего Ты Возмутился Все Вот Видишь Даже Смелость Не Хотел Признать Я Говорю Ты Говорю Я Уже Говорю Я Говорю Нехороший Ты Человек Я Не Слава Я Говорю Во-первых Говорю Сейчас Говорю Сейчас Я Беру Камеру У меня Камера 360 Ну У нас Нет Время Я Говорю Посмотрим Если Вдруг Выяснится Что Я Эту Девушку Не Задевал То Я Тебе Здесь При всех Набью Морду Там Смотрю Там Даже Мужики Такие Все Захлопали И Девушки Захлопали Потому Что Реально Просто Оскорбил А Если Вдруг Выяснилось Что Действительно Я Задел Именно Я Задел И По Моей Вине Девушка Упала Я Извинюсь С Меня Вот Здесь На вершине Самый Дорогой Ресторан С Меня Полностью Все Говорю Если Это Так Ну Без Проблем Все Смотрим Я Говорю А ты Не Уезжай Берем Женщины Посмотрела Все Потом Еще Раз Посмотрели Потом Говорю Давайте Развернуться Все Просмотрели Она Берет Так Извините Пожалуйста Я Ну Понял Действительно Просто Все Раз Говорю У меня Желтые Штаны И Верх Синий Все Значит Ну Я Бедный Украинц Надо Издеваться Ну Короче Все Мужик Подошел Который Нахально Вел Он Здоровый Такой Накаченный Здоровый Мужик Такой Он Говорит Парень Говорит Пожалуйста Мне Приятно Что Меня Назвали Парнем А не Мужчиной Я Думаю Парень Назвал А не Мужчином Он По большой скорости Поэтому Да Я Не Прав И Потом Берет Как бы Все Толпы Ну Которая Там Стоит Говорит Извините Говорит Я Говорит Ну Не Должен Так Все Ну Видите Получается Для того Чтобы Не было Таких Форс Мажорных Постоятельств Получается Нужно Ездить С камер 360 Чтобы Ты Как Мог В случаях С Автомобилем Мог Доказать Что Ты Невиновен Я Кстати Вот этот Эпизод Вот Именно Где Спускаюсь Именно Где Спускаюсь И Все Я Это Покажу Это Мой Сам Первый Спуск Ничего Не Вырезая Чтобы Могли Посмотреть Что Никого Не Задевал Ничего Но Опять Если Я Кого Задел То Само Собой Я В любом Случа Извинился Всегда Остановился Во всяком Случа Все Вы Знаете Так Ну А Здесь Я Удивился Ну Как бы Если бы В Ворске Так бы Подошел Б Такой Мужчина Подошел Б И Сказал Б Обратился К толпе Что Они Долбоебы И Ну Я Думаю Что Скорее Всего Ему Прилетел Б Нож Под Ребро Вот Я Уверен Прям На Сто Процентов Поэтому Конечно В Сочи Есть Определенные Свои Моменты Это Конечно Очень Много У нас Тех Самых Людей Которые Приезжают В гости На Большинстве Не Фильтрует Свой Базар Тут Та Же И Говорю А тут Получается Видишь И тут Жена Видит Что Это Вы Я Говорю Серьезно Что Ли Я Ну Так Ну Давай Посмотрим Камеру Посмотрели Камеру Сначала Она Извинилась Потом Он Извинился Ну Вот Это Тоже Так Вот Я Тоже Прекрасно Понимаю Может На Эмоциях Тоже Ну Как Может Что-то Плохое Я бы Сказал Но Опять же Ты Стоит Толпа Там Маленькие Детишки Там Ну Там Реально Толпа Стоит Прям Толпа Там Человек Наверное 40 Подъехать И сказать Что Все Стоят Вот Такие И Остальные Все Которые У нас Все Толерантные Да Ну Видишь Такой Здоровый Такой Ну Ну Реально Здоровый И Тут Все Такие Берут И Промолчали Тут Скажут Ну И Ты Мог Промолчать Ну Я Не Люблю Когда Меня Например Оскорбляют У меня Как Есть Заповедник Господня Где Там Написано Что Ударили Тебя По Левой Щеке Подставь Правую Ударили Тебя По Правой Щеке Стань Раком Чтобы Тебя Тряхнули Ну Так Есть По Левой Щеке Ты Должен Так Ударить Назад Чтобы Было Не В Состоянии Тебе Дать Сдачи Понимаете Меня Папа Так Воспитывал Хорошо Это Или Плохо И Все Ну Я повторюсь Если Этот Мужчина Б У нас Не Извинился Не Подошел Не Извинился Руку Извинился Перед Семь Я Б Конечно Взял И Его Нахлобучил Притом Это Все Разговор Был Без Камер Это Не С точки Верения Зрения Популизма Это Не С точки Верения Того Чтобы Там Не Знаю Там Хайпануть Не С точки Верения Там Просто Элементарно Потому Что Говорю Момент Где Я Скатывался Есть А Где Я Вел Тот Самый Диалог Хотя Мне Ничего Не Мешало Просто Включить Камеру На Шлеме Но Я Того Чтобы Там Собирать Тех Самых Подписчиков Кому Нравится Тот Сам Контент Значит Так У нас Камера Пока Работает Видите Долго Приходится Стоять На Светофорах Но Ничего Страшного Сейчас Проедем Итак Мы Сейчас С вами Пройдемся В сторону Красной Поляны Посмотрим Что же Там У нас Такого Интересного Имеется Потому Что Сами Понимаете Красная Поляна Для Многих Из вас Ассоциациях С каким-то Колхозом Маленькие Титьки Но На самом Деле Красная Поляна Это Пока Самое Дорогое Место По Недвижимости И По Аренде В Прекрасном Городе Сочи Я Своё День Рождения Хотел Отпраздновать В Коттедже Так же Как Мы До Нового Года Это Был Февраль Месяц И Что Вы Думаете Какой Счет Мне Зарядили За Коттедж А Я Вам Скажу 450 Тысяч Рублей За Сутки Двое Суток На 900 Тысяч Чтобы Просто Могли Тусануться В Коттедже Понимаете Поэтому Цены Не Дешевые Тогда Как В Сочи Можно Было Взять Гораздо Дешевле Ну Реально В Сочи Можно Было Гораздо Дешевле Вот Так Смотрите По Этой Дороге Можно Подняться Но Видите Что По Краям Много Лежит Соли Само Собой Вот В Сочи Единственное Место Где Используется Соль На Дорогах Это Именно Вот Здесь Вот Именно Здесь Поэтому Имейте Ввиду По Поводу Резины Я могу Сказать Так Если Вдруг Здесь Такой Обильный Снегопад То Вам И Зимняя Резина Не Поможет Потому Что Обязательно Кто-нибудь Пристроится К вашему Прекрасному А если Вдруг Так Случилось Что Вы Все-таки Выехали Ну Не знаю Вот Мой друг Алексей Сказал Сложно Здесь Было Я Воткнулся В сугробы Здесь Слава Богу Что Здесь Стоят Отбойники Потому Что Если Не Отбойники Просто Люди Могли Упасть В Ропасть Разбежавшись Прыгнул Со Скалы Вот Я Был И Вот Меня Не Стало Это Кстати Про Именно Про Про Роза Хутор Скорость У нас Сейчас 80 Км В Час Скорость Довольно Комфортная Надеюсь Камера 360 У нас Не Разрядится Да Пока Не Разряжается Хороший Класс Домик Какие Дома Мне Нравятся И Сейчас Мы Пройдемся Именно По Красной Поляне Тоже Я Думаю Что Многие Из вас Прям Кайфанут Потому Что Чем Хороша Красная Поляна Красная Поляна Такое Ущение Как будто Это Другое Государство В другом Государстве На Красной Поляне Есть Горнолыжка Это Раз На Красной Поляне Есть Все Те Самые Топовые Отели Это Два На Красной Поляне Есть Казино Большое На Красной Поляне Есть Еще Одно Казино Котор Открыли Роза Хутор На Красной Поляне Есть Два Стриптиз Клуба На Красной Поляне Есть Пивные Пабы На Красной Поляне Есть Ночные Клубы На Красной Поляне Есть Два Аквапарка Один Аквапарк Газпром Другой Аквапарк Не Газпром На Красной Поляне На Красной Поляне Есть Торгово Развлекательный Центр На Красной Поляне Есть тот самый магазин Карусель И перекресток Где вы можете покупать На Красной Поляне Построилась та самая школа Притом хорошая классная школа И еще школа была И есть футбольная школа В общем много чего есть На Красной Поляне можно жить Круглый год Красная Поляна с большим удовольствием Сдается круглый год Что у нас Все разрядилось У меня голубой значок загорелся Голубой значок загорелся Что там могло произойти Ну-ка 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 Заканчивается у нас батарейка Все Ну мы сейчас с вами немножко подзарядим Видите какая штука страшная Да? Вот так мы сейчас берем Подзаряжаем И может быть еще что-нибудь для вас подснимем Вам интересно И мне интересно Ну точнее мне не интересно Просто мне нравится Сам процесс съемки Я от этого кайфую Потому что Ну действительно очень круто Когда ты можешь Сделать то Что не могут сделать другие Я от этого как раз и получаю Неописуемое удовольствие Мы сейчас с вами Блин Кто скажет Макс Действительно как бы Зачем Вот твоя морда лица Мешает Действительно классным видом Давайте покажу Да Вид огонь Да? Классно Класс Ну извините Многие из вас проголосовали за то Чтобы я вел экскурсии Именно чтобы был режим Картинка в картинке Чтобы вы могли Смотреть не только Что красиво вокруг творится Ну и соответственно Смотрели еще и Красавчика Которые делают вам ту самую экскурсию Поэтому извините Наслаждайтесь О, сзади Самый глазастый Хоп Такой Но проблема в чем Проблема Таксиста Который взял И остановился Прям совсем Совсем близко Здесь площадочка Вот та самая Вот здесь можно Сюда доехать Здесь вертолетная площадка И здесь просто Открывается Потрясающее место Для автосессии Вот с правой стороны Вот действительно И посмотрите Да? Круто же Я считаю Что очень круто Прям Я даже сказал Прям Потрясающе Не знаю Мне вот очень нравится Быть на Красполяне И знаете Когда у тебя настроение плохое Когда У тебя что-то такое Тебя начинает напрягать Все Да? Когда Ты берешь У себя приезжаешь И То ли горы лечат То ли еще что-нибудь Но вот именно в горах Именно в горах Я себя как-то чувствую Не знаю Такое ощущение Как будто у меня Энергия Энергия просто Откуда-то берется И Вот именно В этом плане Я даже не знаю Как мне это описать Ребят Ну вот откуда Вот на море пришел Посмотрел Ну классно А вот здесь Именно вот Именно вот Такое ощущение Как будто горы То ли лечат То ли еще что-нибудь Ну вот действительно В горы Вот И вот В этом году Я обязательно Пойду в горы Я понял Что На лыжах Я в принципе Кататься могу Нога особо Не болела Конечно Был в вчисляющем режиме И конечно же Надо в горы пойти Потому что Тот самый момент Когда ты идешь в горы Тоже там Просто получаешь Неописуемое удовольствие Мы сейчас Спустили с вами вниз И сейчас Прямо Немножечко Проедем по Красной Поляне Я опять Включу камеру 360 Чтобы вы могли Тоже все это Посмотреть Поглазеть Потому что Здесь действительно Есть что посмотреть Я думаю Что вы Действительно Вот сейчас Кайфанете Кстати Раньше Столько Автомобилей Припаркованных Не было Раньше Столько Нарушителей Не было Здесь вот Везде Желтая полоска Это вот Сейчас У нас Ну Беспредел Может быть Эвакуаторы Забухали Может еще что-нибудь Но Такого Беспредела Не было Мяу Блин Это у нас Газпром Здесь Видите Везде Желтая полосочка Здесь Нигде Парковаться Особо и нельзя Здесь ЖД вокзал Находится С левой стороны Здесь тоже Стоять нельзя И сейчас Прям покажу Прям то Что просто Вы Заходите После этого Вся Переехать Здесь Здесь Очень много Столовых Прямо Реально Много Давайте Зилан Пауза Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Субтитров